У меня усомой пять дочерей. Ты веришь мне? Пять и все девки? Пять и все красавицы. Поверь мне. Тебе верю. Ты цыган, тебе можно верить. Господи. Ара, я армянин. Да нет, ты цыган самый настоящий. А если твои предки на Арарате сели, то ты от этого цыгана быть не перестал. Господи, ладно. Цыган так цыган. Статья из армянского ресурса Ригнум, под названием «Боши, такие разные цыгане. Но все армяне». Статью написали армяне. Гамлет Мерзоян и Марина Мерзоян. Из записей этнографа Г. Ванциана, датированных 1901 годом. В числе многочисленных кавказских народов, армянские цыгане, известные под названием Боша, которые под предводительством епископа Карапета в 1828 году переселялись из Арзерумского вилаетов, только что завоеванные русскими области, Ахал-Калак, Ахал-Цих, Александрополь. В Ириване, как и в Елисаветполе, также жили Боши, хотя их там было мало, но они впоследствии, оставив свой первоначальный образ жизни, слились с местными армянами. Боши по языку и вероисповеданию почти армяне, почему многие их и называют Гай Боша, армянские цыгане, но по своему характеру и обычаям они представляют в высшей степени своеобразно типичный, вполне независимый народ. В XI-XII веках одна из ветвей цыгана села на армянском Нагорье и в Малой Азии, и впоследствии, приняв христианство армянского толка, сформировалась самобытная этнографическая группа. Армянские цыгане, которых с XIX века называют Боша, хотя самоназвание группы «Лом» в Европе, как известно, «Ром». Этноним Боша происходит от тюркского «бош», «лишенный», «пустой», «бедный», с армянского переводится как «бродяга». Языком общения Боша является исключительно армянский, вымирающим становится их язык, ла-маврин, имеющий лексику и фонетику индоарийского происхождения и грамматику армянского языка. Боша иногда использует этот язык как тайный, если не хотят, чтобы окружающие поняли, о чем речь. Внешностью своей Гай Боша отличается от гнчу, последний совсем лишен чувства стыда и изящества в одежде. Он шатается почти голым без стеснения, между тем как Гай Бош избегает всегда этого. На его старом платье вы найдете множество разноцветных заплат. Но никогда вы не увидите его в неприличном, порванном платье. Народ, который не умеет ни пахать, ни сеять, ни косить, но который живет. Как вольная птица, под синим небесным сводом. Народ, для которого целый мир составляет родину, для которого и шаг, и несколько кусков старья составляют все богатства. Вот это Боша. Он уверен, что всюду куда бы ни забросила его судьба, он может найти кусок хлеба. Он знает, что от всякого получит удовлетворение своим потребностям. Боша с уверенностью собственника и без всякого стеснения заходит во всякий дом с законными, по своему понятию, требованиями. Хотя требования свои он облекает всегда в форму прошения, мольбы. Он не попрошайничает, подобно нищим или другим цыганам. Но горе тому, кто не уважит его просьбы, польются на него потоки проклятий, которых суеверный люд страшно боится. Боша живет, пользуясь своим бойким и ловким языком и приводящими простой люд в трепет проклятиями. У Боши как будто оба пола поменялись своими ролями, мужчин в их деятельности заменяют женщины, и наоборот. Мужчина Боша – лишняя обуза для жен своих, на долю которых выпала такая нелегкая обязанность, как содержать не только детей, но и мужей в придачу. Мужья живут трудами жен и дочерей своих. Поэтому значение их для общества в борьбе за существование очень незаметное. Беря на себя такую нелегкую обязанность, как содержать детей и мужей своих, женщина Боша с замечательной стойкостью, доходящей до геройства, исполняет ее. Лишенная прав и тех преимуществ, которые свойственны ее полу. Она удовлетворяет не только насущные потребности семьи, число членов которой доходит часто до 4-8, но даже заботится для мужа о такой роскоши, как курение табака и употребление водки. И взамен всего этого она получает от мужа одни лишь побои и подвергается незаслуженному презрению к своему полу. Женщину Бошу очень редко можно видеть у домашнего очага. Она заходит в дом каждого, хотя и делает различия между богатым и бедным, отдавая предпочтение последнему, так как от него гораздо легче получить все нужное себе. Очень редко случается, чтобы она выходила из чужого дома с пустыми руками, она просит без разбора все, что ей нужно, хлеба, муки, пшеницы, ячменя, кислого молока, масла, сыра, платья, старую обувь и так далее. Если во всем этом ей отказывают, то тогда она просит дать ей соли, дров, чего-нибудь горячего, словом, всего, что может найтись у хозяйки дома. Она своими проницательными глазами видит все уголки дома, не упускает из виду ни одного предмета, который может ей пригодиться. Если просьба ее остается без последствия, тогда она меняет тон и начинает уже требовать. Своим требованиями она предпосылает всегда известную речь. Она старается всегда найти слабую струнку хозяйки, нужно заметить, что они имеют дело всегда с женщинами, что легко ей удается, ибо она опытом уже изучила все женские слабости. С необыкновенным красноречием она восхваляет черные и красивые глаза хозяйки, ее точно выточенный нос, красивый рот, черные волосы, наконец, платье, от внешности она переходит к внутренним качествам хозяйки, рисует ее как добрую, милосердную женщину и так далее. Если хозяйка старая ее знакомая, или если она родом из чужих краев, то тогда Боша ловко выдумывает от себя разные поклоны от знакомых, родных, и таким образом старается привлечь к себе ее внимание. Беда, если кто-нибудь увлекается лживым красноречием и вступает с ней в интимную болтовню. Боша мастерски пользуется подобным моментом и доводит хозяйку дома до того, что та своими руками наполняет сумку Боша разными припасами. Женщины Боша ходят обыкновенно по две, без мужчин. Почти никогда не случается, чтобы молодая девица Боша ходила по домам. Но коль скоро она выходит замуж, на четвертом или пятом месяце после свадьбы начинаются ее хождения, но при этом ею руководит опытная пожилая женщина. Свекровь ее или близкая родственница, если таковая имеется, а если нет, то соседка или вообще знакомая молодой. Эти старухи научают молодую всем приемам, посредством которых надо добывать хлеб и содержать семью. Ходят женщины Боша с палкой в руках и кожаной сумкой за спиной. В другой руке они держат катку, которую наполняют по дороге или свежим маслом, или сыром, или мацоном. Не довольствуясь этим, они тащат с собой еще несколько сид для продажи сельчанам. Когда им приходится ходить далеко, то они берут с собой клубок ниток и по дороге вяжут носки. Мужчина Боша большую часть своей неподвижной, бездеятельной жизни проводит под кровлей старой хижины, не принимая участия в вечно бродячей жизни своей неутомимой жены, и, следовательно, он вовсе не разделяет с ней ни тех лишений, ни тех страданий, которые суждено ей переносить всю жизнь. Боша, возлагая большую часть забот семейных на свою жену, сам ничего не делает, сидя у себя в хижине, он самым бесцеремонным образом пользуется трудом своей жены. Она только собирательница всего необходимого, в чем заключается ее обязанность, дальше этого права ее не распространяются. Полным же господином собранных ею припасов является муж. Он один только решает, кому сколько следует дать того или другого, что следует оставить для семьи, что продать. Собранные почти по капле молоко. Мацон, масло переходит в руки мужа, он ими распоряжается, как ему вздумается. Несмотря на свою лень, мужчина Боша имеет самые ограниченные потребности. Единственное, к чему он стремится, это табак и водка последняя в особенности составляет его любимый предмет роскоши. Он живет очень просто, подчас даже нищенски. Его внешность вполне соответствует его нищенскому положению, аргалук, архалук, покрытый бесчисленным множеством разноцветных заплат. Старая чуха и шаровары, трещащие, как говорится, по швам. Свободные часы свои Боши проводят в беседе и курении табака в той или другой хижине. Мужчина Боша большей частью занимается одним ремеслом, плетением сит, которое передалось ему по наследству и которое составляет исключительное его занятие. Оно не требует от него никакого умственного напряжения. Кроме сит, который плетутся ими из волос лошадиного хвоста, они делают еще барабаны, бубенчики и другие детские игрушки, которые они меняют на нужные себе припасы. Он кует подковы для своего осла, чинит старые ножи, серпы или косы, вот и все его кузнечество. Кроме того, есть Боши, которые занимаются для себя шитьем простых сапог или башмаков. Достойно внимания то обстоятельство, что Боши, хотя и называют себя Гай, армянин, и посещая армянские церкви, связаны с армянами тесными религиозными узами, всегда избегают браков с ними. Впрочем, надо заметить, что и армяне с не меньшим упорством уклоняются от родственных с ними связей. На языке своем называют армян колорав, а себя лом. Этим они как будто бессознательно помнят свое происхождение и имя. Если бы Боши имел возможность, то забыл бы совсем о существовании других народов. Он знается с ними только потому, что получает от них крохи на пропитание. В остальных случаях его нисколько не интересует их жизнь, да и сам он не позволяет, чтобы наблюдательные глаза какого-нибудь инородца проникли в его внутреннюю жизнь. При посторонних он говорит на непонятном для другого языке. Самое сильное несчастье, которое может постигнуть Бошу, это лишиться своего благородного осла, он привязан всем существом к этому терпеливому и скромному животному, подобно тому, как крестьянин привязан к земле. Осел – действительно член семьи Боши, за ним ухаживают, как за родным сыном, если даже не больше, ему дают самые нежные, самые красивые прозвища, которых не дают даже женам своим, как, например, цахик, цветок, тмаш, помпончик, морал, красавец. Некоторые Боши, которые живут наполовину оседлой жизнью, содержат и лошадей, обыкновенно держат кобылиц, которых скрещивают со слами. В конце XIX века в Западной и Восточной Армении насчитывалось 50 тысяч Бошей, в то время как в наши дни, по данным на 2014 год, в Республике Армении их проживает около 5000, в Ереване, в районах Саритах, Канакер, Мараш, в Гемри, в районе Бошемайла, в поселке Норхардерт. На территории Грузии крупная община Бошей живет в городах Ахалкалаки и Ахалцихе. Я армянин, говорит 73-летний Айкас Никагасян из Канакера. Есть ваницы, апаранцы, кяворцы, а я Боша, но мы все армяне.